В Ненецком автономном округе случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. 91 человек находится в режиме изоляции. 138 человек, прошедших режим самоизоляции, снято с наблюдения. Об этом и не только шла речь на брифинге в Департаменте здравоохранения с представителями региональных СМИ. Среди самоизолированных – жители округа, прибывшие из-за рубежа. Все они обязаны пройти 14-дневный карантин. В Ненецком округе проведено 367 исследований на коронавирусную инфекцию. Все они показали отрицательный результат. А вот эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в целом по региону превышает 26%. За последнюю неделю зарегистрировано 704 новых случая заболевания вирусной инфекцией. В марте на территории округа было выявлено 49 заболеваний пневмонии. Все заболевшие проверены на наличие коронавирусной инфекции с отрицательным результатом. 30 марта 2020 года главный государственный врач подписал постановление о дополнительных мерах по недопущению распространения в России коронавирусной инфекции, где четко указаны категории граждан, которым необходимо пройти исследование на коронавирус. Вернувшиеся на территорию Российской Федерации и за границей с признаками респираторных заболеваний, контактировавшие с больными COVID-19, с диагнозом пневмонии, но они обследуются у нас. Лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID на рабочих местах, обследуются один раз в неделю при появлении симптомов немедленно. Также при появлении симптомов респираторного заболевания в обязательном порядке должны лабораторно исследоваться граждане, находящихся в учреждениях с постоянным пребыванием. То есть это какие-то социальные объекты. У нас это будет дом, наш дом, где у нас сироты находятся, и дом престарелых и инвалидов, и другие закрытые учреждения. Если департамент образования их не распустил, мы пока еще уточняем по школе-интернат, по коррекционной школе, находятся ли дети в интернатах или распущены все по домам. Коронавирус гуляет не только за рубежом. Случаи заражения этой опасной инфекцией зарегистрированы в 75 регионах нашей страны. Значит ли это, что все прибывшие в Нинецкий округ из городов, где зафиксированы случаи заражения, в обязательном порядке должны самоизолироваться на 14 дней. Жители округа старше 60 лет в соответствии с постановлением губернатора должны самоизолироваться в своих квартирах и домах, поскольку именно люди старшего поколения наиболее уязвимой инфекции. Однако в последние дни в аптеках города фиксируется рекордное количество посещения пенсионерами учреждений фармации. Бабушки и дедушки запасаются лекарствами впрок. Как убедить их оставаться дома? Тяжело, конечно, проконтролировать. Мы принимаем все меры, чтобы исключить возможность выхода данных граждан. Создан волонтерский центр, который может все это организовать. Вся информация предоставляется данным гражданам. Более того, мы рассмотрели вариант выписки льготных рецептов по льготному лекарству на 6 месяцев без их явки. И в этом случае им даже не надо в аптеку ходить за получением, потому что волонтеров мы привлекаем, волонтеры им доставляют. Но пока, к сожалению, здесь хотелось бы осознание самих граждан, чтобы они осознали, что это очень всё серьёзно, что происходит. И самоизоляция, которая предусмотрена, она обязательна к исполнению. Во всех городских аптеках висит объявление «Масок нет». Поступят ли они в продажу для населения? Достаточно ли в учреждениях фармации антисептических средств? Что касается антисептических средств, их хоть в небольшом размере, но они есть. Есть в некоторых аптеках софетки антибактериальные. И фармация на своём производстве изготавливает жидкость антисептическую, которую можно приобрести. Что касается масок, то из-за того, что из-за ажиотажа частью населения были во больших объёмах раскуплены, а в аптеках, как мы знаем, что могут торговать только масками, которые сертифицированы на сегодняшний день, потребность сертифицированными масками обеспечиваться, в первую очередь, медицинских организаций. Потому что мы, в первую очередь, должны защитить медиков, которые будут совершать манипуляции и лечить наше население. И когда потребность медицинских организаций будет удовлетворена, соответственно, эти маски будут перераспределяться в аптечную сеть. Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена для россиян главой государства «Нерабочий». Её главный девиз – «Сидим дома». Однако дома сидят не все. Есть предприятия непрерывного цикла, такие как мясокомбинат, хлебозавод, предприятия агропромышленного комплекса. Работают и службы жизнеобеспечения, органы власти, средства массовой информации. Будут ли они централизованно обеспечиваться средствами защиты? Что касается обеспечения, хотя бы в небольшом размере, то просто рассмотрим. У нас оказана спонсорская помощь. Первая партия 10 тысяч масок пришла. Из них 5 уже выданы. В первую очередь это и волонтерам, которые походят по домам, и сотрудникам ОВД, которые тоже принимают это участие. В том числе, о чем был вопрос по контролю самоизоляции, потому что непосредственно они шли этот контроль. Тем организациям, которые сегодня, как было сказано, работают в круглосуточном режиме, это и детский дом, и дом-интернат. Ну и, соответственно, сейчас ждем партию оставшуюся, большую самую 90 тысяч, и, соответственно, дальше будем раздавать по потребности, кто будет работать. Потому что мы знаем, что садики закрыты только на неделю, и если они откроются в следующей неделе, мы также должны их обеспечить. Сегодня пришли антисептики, которые тоже в рамках спонсорной помощи закуплены. Тысячу штук, они в литровой, с дозаторами. Тоже будут распределяться между организациями, которые ведут сегодня работу. На масках сегодня неплохо зарабатывают их производители. И если одноразовых масок в стране и, в частности, в регионе так не хватает, то почему не наладить производство масок многоразового использования непосредственно на местах малому и среднему бизнесу? Мы относимся положительно. Минпромторг готов оказать содействие в отделении марли, но ее как раз должен приобрести бизнес и организовать у себя пошив. Что касается обеспечения масками медицинских организаций, мы все запасы, которые у нас были, это 2000 километров марли и бинты, переданы некоммерческим организациям, которые шьют маски медицинским организациям. Мы это организовали. И вот уже первая партия сегодня передана на окружной больнице, шьют чуть больше 300 масок. Они многоразовое использование, их после автоклава можно снова использовать. Соответственно, мы такую проблему по медицинским организациям в том числе и таким путем решаем. На предприятиях непрерывного цикла тщательно производится дезинфекция. Обрабатываются специальными средствами и автобусный парк Нарьинмарского АТП – помещение для авиапассажиров в аэропорту. Они, конечно, должны использовать специальные дезинфицирующие средства. Когда нам звонят, мы им объясняем, что они должны их использовать в концентрации именно на вирусную инфекцию. Я думаю, что предприятия именно пищевые и промышленные, у них эти средства есть, они их постоянно используют. Я думаю, что запас этих средств у них есть и по настоящий день, потому что они их используют не только в этот период, они проводят еженедельные генеральные уборки, дезинфекцию инвентаря и так далее. Поэтому они умеют это делать, просто сейчас они должны это делать в ежедневном режиме. Кстати, пассажиропоток на городских маршрутах снизился. Отменена продажа льготных билетов для учащихся и лиц старше 60 лет. Из-за низкой загрузки отменяется часть авиарейсов. Прибывших в Наринмар из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска становится всё меньше, но каждого из них в зоне прилёта проверяют медики. Дежурят они и на посту ДПС на Лаевожской дороге. Ну вот блокпост, который на дороге стоит. С 8 вечера до 8 утра было обследовано 32 человека с температурой повышенной 0 человек, то есть в пределах нормы. Там измерения точно происходят градусниками. Вчера Москва 44, Архангельс 64, Харута 11, НЕС 9, ОМА 3. Трое с температурой, двое прикреплены к НОМБУ, один в ЦРП, сейчас находится дома под наблюдением. А как контролируется ситуация в населённых пунктах округа? Ведь и жители сёл выезжают в зарубежные страны. Было несколько жителей села, но они были самоизолированы все в городе и в городе находились под наблюдением. Хотелось бы отметить, что у нас в каждом населённом пункте есть медик, который в принципе может обеспечить контроль за состоянием пациента и в случае ухудшения мы рассмотрим варианты от асанавиации, если речь идёт о селе. В настоящее время две трети российских регионов перешли в режим самоизоляции. Решения принимаются регионами в соответствии с конкретными обстоятельствами на территории. Напомню, в Ненецком округе случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. И для того, чтобы ситуация по-прежнему оставалась благополучной, нужно в дни нерабочей недели оставаться дома. Потому что президент принял такую меру, я считаю, что очень действенную. С одной стороны, то, что с 30 марта по 3 апреля наши граждане не работают, при этом и эти дни оплачиваются. Но почему-то наши граждане не решили, что в это время они могут поехать отдыхать в Краснодарский край, в Сочи, в Крым или ещё куда-то. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наши граждане очень чётко понимали, что эта мера принята для того, чтобы они сидели дома, а не для того, чтобы они выезжали на юг нашей России. К сожалению, почему-то они этого не понимают. Потому что эта мера, она вообще направлена на то, чтобы прекратить вот тот инфекционный процесс, который есть, чтобы максимально сократить количество заболевших людей. То есть мне бы хотелось, чтобы наши граждане действительно это понимали и добросовестно относились к тем мерам, которые сейчас принимаются на уровне и всей России, на уровне нашего субъекта. Несмотря на то, что округа существует прямое авиасообщение с республикой Коми, рекомендуется жителям региона не вылетать в Сыктывкар, где складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. У первого заболевшего был большой контакт с большим количеством людей. И вот это наглядный пример того, когда один человек может заразить очень большое количество людей.